По поводу эгоизма групп. Действительно, вот мы говорим о том, что христианство невозможно реализовать в глобальном смысле. Что всегда христианство требует непременного условия, чтобы люди, которые объединяются в общину, друг друга знали. Потому что иначе просто эти добра не может состояться. Потому что если объединяются люди, которые друг друга не знают, то между ними единственный способ их объединения может быть – это закон. Потому что закон является всеобщим. И он является или принцип, или заповедь. Некие уроды всеобщие способом сформулированные правила, по которым должны жить люди. Вы понимаете, что закон сопряжен с чем? Когда у нас есть закон, нужно, чтобы его исполняли. А для этого нужна вертикаль. Для этого нужно насилие. Вертикаль власти нужна, нужны солдаты. Ну это понятно. Естественным образом возникает государство. Это все понятно. Это все понятно. Как бы мы же все-таки философский подход у нас. А вот если мы между этими коллективами наладим какие-то горизонтальные связи, то я не понимаю, как наладить. И в чем они могут... Смотри, смотри, как я рассуждал. Вот в чем заключается некоторый, как мне кажется, возможный способ рассуждения. Существует на самом деле две возможности. Попытаться христианство вывести на глобальный уровень. Первый способ, мы об этом уже говорили, это нейронные сети. Когда группы христианские, локальные христианские группы объединяются с друг другом посредством того, что один и тот же человек входит в разные группы. И в каждой группе он всех знает. И он сам является тем звеном, который объединяет разные группы. И тогда разные группы, как в нейронных сетях, объединяются. Нет, идеи, если объединяет, это как закон. Идея – это закон. Какая разница? Конечно. Это же всеобщее нечто. Все идеи... Почему исследование, допустим, этики? Понимаешь, у нас это следование этики, оно же понимается тем способом, что надо следовать конкретности ситуации. То есть нельзя сформулировать на один раз идею, а на все случаи жизни. Нам каждый раз приходится, ситуация меняется... Какие-то общие понятия. Общие понятия неизбежно всегда есть, конечно. Но проблема этики состоит в том, что эти общие понятия не могут перевести к добру. Потому что всякий рад для того, чтобы сделать добро... Вообще, да, у христиан же есть идея христианская, она не объединяется. Да, она не работает, понимаешь. И тогда они объединяют христиан на основе законов, на основе иудейской праведности. То есть той праведности, которая покоится на десяти заповедях. Моисея. Им просто деваться некуда. Или придумывают о том, что у Христа тоже какие-то заповеди есть. Либо две, либо одна. Неважно. Ну давай дальше. Человек входит в разные группы. Так вот, человек входит в разные группы. И да, каждый группе он точно так же объединен со всеми другими. Всех друг других знает. Внутри они живут единой жизнью. Этикой добра. То есть конкретности совершения добра по отношению друг к другу. Но поскольку он является объединяющим принципом, объединяющей структурой, он входит и в одну группу, и в другую, он тем самым объединяет две группы. Ну и так далее. И все группы так объединяются. Есть такой интересный закон, я уж не помню, какой-то он сначала шуточно был сформулирован. Якобы на самом деле, это каждый человек на Земле знаком с любым другим человеком. От одного человека на Земле можно к любому другому человеку перейти путем шесть человек. То есть между двумя людьми на Земле существует только шесть сопосредованных. Ну, например, Руслан говорит, я знаю тебя, ты знаешь какого-то Васю, Вася знает Петю, а Петя знает Путина. Петя знает ваших негров. Да, Петя знает Путина, допустим. Значит, я знаю Путина. Вот такая логика. Ну вообще, да, я знаю Бершку. И проще. Лешка знает Путина. Да, и проще. То есть такая вот логика. Так суть в чем состоит? Что в принципе такая нейронная сеть… Лешка еще знает кого-то, тот знает еще кого-то. Подожди, но я-то все равно кого-то не знаю, если даже Леша этот знает. А ты знаешь меня, знаешь Була. Я имею в виду, как объединить нейронную сеть. А, то, что я узнала вас, да. Не как объединить нейронную сеть. Нейронная сеть объединяет сеть смысл, что у нас, допустим, в нашей общине есть какой-то человек, который знает какую-то другую общину, в которой тоже он состоит и действует, да. А та община третью общину и так далее. И все общины, таким образом, возможно, как бы с друг другом могут быть объединены в некое единое глобальное целое. Как бы, ну, глобальное целое состоит из таких локальностей. Как бы срастается. Да, нету, нету, нету такого единого глобального закона для всех. А просто есть много локальных, как нейроны, да. То именно так. Это один способ. В чем проблемность этого способа? Проблемность способа состоит в том, на самом деле, что если человек принадлежит различным двум общинам, то у него, возможно, как бы может поехать крыша. Потому что, как бы, условно говоря, как два монастыря, у них могут быть разные уставы. Понимаешь, и у него могут файлы разъехаться. Нет, он же может привнести что-то новое туда и сюда. Если он... И согласовать. Это в лучшем случае. А если не удается? Если его, как бы, знаешь, в одном монастыре одни правила там, как бы... Тогда нейронная связь невозможна. Он уходит и идет в другую общину какую-то, где возможно. Но вообще трудность состоит в том, на самом деле, что в бытие... У нас же, послушай, у нас же в мозге тоже не любые нейронные связи образуются. Только у шизофреников образуются бредовые связи, какие угодно там. А так связи-то образуются только, когда они возможны, действительно. Понимаешь? Я понимаю. Просто это вот... Я же не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это проблема. Принадлежат двум группам. Две группы, поскольку они каждая конкретная группа, состоят из конкретных людей. У них есть какая-то разница. И эта разница может быть некого рода диссонирующей и разрывающей этого человека. Потому что, возможно, у него может возникнуть противоречие. То есть, он принадлежит двум группам, и придется ему разорваться. В каком-то отношении лицемерить. Потому что в одной группе будет одно правильным считаться, а другое – другое. Не всегда обязательно это совпадает. Но это просто проблема. Я не знаю, может быть, в реальности она преодолима просто. Непонятно. Другая проблема состоит в том, что такие связи неустойчивы. Потому что, если нет обозрения единого глобального целого, то объединение с помощью конкретных связей непонятно. Оно неустойчиво. Поэтому все равно придется все эти общинки объединять поверх всего этого закона. То есть, утверждать так, что закон, конечно, является не всесильным. То есть, понятное дело, что его можно и нарушить ради добра. Но, тем не менее, он нужен, чтобы сформулировать какие-то общие принципы. Чтобы людей объединить так же и на основе принципов. Когда Христос говорит Петру, ты мой камень, на тебе будет основана церковь моя. Что он имеет в виду? Никогда не думаю. Что он имеет в виду под церковью? У нас сейчас получается, что церковью должны быть вот такие вот локальные общины, знающие друг друга людей. А вот такая глобальная церковь... Как-то вот Евангелие... А глобальная церковь должна быть, получается, как вот, если мы берем нейронную сеть, как объединение вот таких маленьких церквей. Но объединение не на основе только закона, а также на основе вот таких вот опосредующих людей, которые принадлежат к разным общинам и тем самым как бы объединяются. Может, это и есть переход? По мере образования горизонтальных связей вертикально отмирает? Понимаешь, вертикальные связи — это же государство. Мы же говорили об этом. Что проблема... Так оно не нужно как раз. Не, но проблема-то состоит в том, что оно всегда сильнее всех этих горизонтальных связей. Оно и разрушает все горизонтальные связи. Понимаешь? Оно более того их выкашивает специально. Потому что государство так устроено, что оно ему невыгодно, чтобы еще были какие-то горизонтальные связи. Оно все пытается централизовывать. И он боролся даже с этими, с общинами пожарников. Но в Риме были общины, объединялись там. Как у нас там любители кактусов, люди, которые порядок на улицах, типа ДНД раньше называлось. Не знаю, как сейчас это называется. Вот Нерон даже с такими объединениями. Поэтому, на самом деле, я даже боюсь про законы говорить. Потому что если есть законы, значит, должны быть, как ты правильно говоришь, суды, инстанции, которые эти законы будут писать, смотреть за их исполнением и прочее. То есть возникнет вся система государства. И опять же, вот это вот начинание о том, чтобы объединиться на основе добра, оно как бы опять же пканет в лету. Потому что все просто сверху будет скучено законом, и все. Законы чем страшны? Есть такая иллюзия, что они все смогут отрегулировать. Что типа издадим новый хороший закон, и все станет на свои места. То есть те люди, которые находятся сверху и управляются через законы, у них, я говорю, создается иллюзия, что никаких других способов управления не существует. Что все только законами регулируется. А на самом деле вопрос наоборот состоял в том, чтобы регулировать снизу. То есть снизу как бы есть самоорганизующиеся ячейки общества, те вот малые церкви, да, людей, значит, друг друга. Ну типа вот этих расширительно понимаемых семей. Это же семьи, как бы, да, у них… Почему это христианство возможно только в виде таких вот ячеек, да, в виде таких как бы общин? Потому что это как семья. В семье друг друга, все друг друга знают, они знают, как бы есть какая-то предыстория, совместный опыт, совместная жизнь и прочее. И там можно вести вот эту жизнь настоящую в добре, да, потому что там можно совершать конкретность добра. На самом деле. То есть не нивилизорно, как бы, да, как кажется, может существовать. На самом деле то, что люди друг друга знают. Ну правильно, законодатель, мы об этом уже тоже говорили. Он как бы в своем рвении постепенно нас просто всех послалит к нему. Мы уже живем за железными дверями, за решетками, там нас в другом охране… А мы все-таки как бы сейчас понимаем, что вот существует как бы два региона. Вот мы постоянно говорим о региональности, да. Один регион – это регион добра, вот этой конкретности жизни, да. А второй регион – это регион законов, это всеобщные жизни, да. То есть некая всеобщность декларирования, да. Вот есть некая всеобщность декларирования того, что запрещено, да. Всеобщность декларирования законов, принципов и прочего. Но она как бы не касается конкретных лиц, потому что она говорит о неких абстрактных лицах. А есть конкретная жизнь людей, которые, может быть, иногда требуют даже нарушить эту всю общую декларацию ради добра. И это, на самом деле, их различие закона и добра, или как фристианцы это понимают, закона и благодати, оно проходит по линии различений регионов. Но вот этот регион, регион закона, он более сильный, чем регион добра. Он постоянно его мочит, он постоянно его уничтожает. Так вот устроено. Понимаешь, каждый раз, на самом деле, пытается выстроить какую-то общину, окончается всё это государство. А чтобы заработал регион добра, нам нужны герои, получается. Да. Причём, как бы, тут в чём ещё проблема состоит? Помнишь, я говорил о том, что нужны герои не в смысле даже отдельных людей, может быть, такой героизм уже кончился, нужны герои в смысле отдельных рабщин. Но должны быть такие общинки, да, как бы, сплочённых людей. Ну, на сегодняшний день вообще существование, какой бы то ни было общины, это уже героизм. Вот, вот, нужны такие общины, вот, монастыри, допустим, да, вот, какой-то нужен. Любой общин. И, который бы действительно осуществил вот эту христианскую жизнь в своём, как бы, вот, реальном воплощении, в действительности, да, в виде нравственной жизни. Тогда бы вот эта вот нравственная жизнь этого монастыря стала бы настоящим духом христианства. И она могла бы, как бы, вокруг себя сплотить это вот христианство разваливающееся, превращающееся в некую государственную эту структуру. Только так может случиться. Вот это вот, знаешь, вот, если так вспомнить, например, историю всех этих монастырей, то там всегда возникает какое-то странное противостояние между духовным авторитетом и между авторитетом властным. Вот часто такое бывает, что, например, гумен какой-нибудь там, или там, то есть, этот, настоятель монастыря, как, например, это один человек, а как бы духовный лидер какой-нибудь, знаешь, такой авторитет, какой-нибудь старец там, какой-то вообще там, рядовой монах, там, это другой. Часто у нас требует два центра. Церковь законодательной власти и центр духовной власти. Если вдуматься в наше регионирование, то это и есть центр добра. Центр конкретности христианской жизни. А центр административной власти – это что-то типа государственное, которое спускает законы, общие принципы. То есть управляет монастырем, который на основе общих принципов управляет. То есть даже на уровне монастыря проявляется регионирование. И на самом деле в этом нет противоречия, потому что монастыри часто это понимают как противоречие. Поэтому глуминцы часто мочат. Я сейчас буду просто экспериментировать, тогда получается. Я сейчас иду в другую общину, если здоровье не подведет, попробую привнести что-то новое туда и сюда. Во-первых, нам интересно будет узнать о них, согласитесь? Они все-таки уже много лет существуют, уже лет двадцать. И эта женщина, директор шлейф, я с ней с ней говорила. Она административная власти? Нет, она закричала, что нет, мы не бизнес, мы вообще нет. Это не бизнес. Мне потом Рита, в частности сотрудники, они высказывали не фи, а в адекватной форме вежды, что это в общем оскорбление. Что это будет? Ну посмотрим. А что я смогу принять? Агапа же, помнишь, все время мы контактировали с Агапой? Это же была реальная нейронная связь. Была же какое-то время. Потом мы, правда, забросили эту Агапу. Но я до последнего пытался эту связь поддерживать. И даже отец Дмитрий, несмотря ни на что, он там отвел мне целую, как это, колонку, да, помнишь? Да. На их сайте. И даже несмотря на все разногласия, позволял мне там писать. То есть он как-то может быть интуитивно, что-то, конечно, не осознавал никаких нейронных связей, но как-то вот шел на это, понимаешь? Вот еще тут вопрос о ерисях. Сами, тут очень интересно. Дело в том, что ересь возникает только с позиции без закона. Ведь что такое ересь, на самом деле? Это как бы несогласие или противоречие с позиции вот некого рода догмана. С закона. С закона. То есть, на самом деле, с ересями всегда боролись. Потому что закон должен быть один, да, как бы общий принцип установлен должен быть одни. С точки зрения добра, на самом деле, законы не существенны. Какая разница, какими законами, какие догмы ты исповедуешь? Потому что есть некого рода конкретная жизнь. И важна именно вот эта конкретная жизнь и добра. Как ты поступаешь конкретно? Как поступаешь. Видишь, даже в этом выразилось вот это вот противоречие, не противоречие, а как бы дублирование и регионирование жизни, да. То есть, борьба с ересями, на самом деле, которая представляется в христианстве как необходимая вещь. Да. А фактически, на самом деле, это не единственное, как законничество. Это ветхий закон. Как администрирование, да. Как попытка вот объединить… Почему христианские… Это христианство, когда захотело быть глобальным, оно начало объединять разные общины. А их воззрения, вот эти вот, на уровне принципов, они не согласуются. Их надо было состыковывать. Возникали ересяи. И чтобы создать единство… Чтобы создавать соборы, принимать законы… Да. И уничтожать, на самом деле, вот эти… Согласно. Маленькие общины. Но уничтожая маленькие общины, и само христианство было фактически уничтожено. И все превратилось в огромный один единый… Это как рак опухоли в мозге, который пожирает нейронные сети. А проблема-то состояла в том, что только христианство, пока оно было локально, оно оставалось христианством. Потому что вот у них существовала вот эта вот реальная жизнь добрей. То есть реальная жизнь вот в христианской, настоящей духовной жизни. И для которой вообще была несущественная вся догматика. То есть даже история самой церкви показывает, на самом деле, как вырождалось истинное христианство, которое должно было быть в виде маленьких общин. Как она, переходя к некому роду глобальной системе, масштабируя, пытаясь увеличить количество общинников, как количество переросло в качество. То есть само христианство себя потеряло. То есть потерял свою истину. И поэтому возвратиться к христианству можно только тем способом, что опять же должны возникнуть вот эти вот локальные общинки. Какие-то маленькие церкви, которые люди, знающие друг другу, которые должны в совместной жизни, в совместных деяниях сплотиться. И, может быть, начать вот это горизонтальное движение сплачивание с другими общинами, как вот нейронная сеть. А вот эту вертикаль как бы законническая… А такой цель вообще в христианстве еще никогда не стояла? Да. А вертикаль вот эту законническую надо осадить и не дать, и как бы забрать у нее… не знаю, как это сделать, правда, власть. Потому что она, на самом деле, постоянно будет администрировать и постоянно будет выявлять, как бы, вот эти ереси… Не уничтожать. С ее точки зрения, не уничтожать. Уничтожать не в свою же ненужную связь. И причем, на самом деле, если Павел говорит о том, что должно быть несогласие и разногласия, ибо путем этого будут из вас произрастать искусные… Как бы… На самом деле, для вот этого государства ведь важно, чтобы все законы были едины. То есть церковь как государство будет всегда уничтожать всякого рода разногласия и несогласия. Так ты понимаешь, что получается? Получается, что вертикаль, иерархия, что в государстве, что в церкви, уничтожая связи между общинами, да? Или между семьями, да? Тем самым, фактически, не дает самому христианству заработать. Миронная сеть-то не включается. Я постоянно разрушаю. Правильно, потому что смысл христианства видится в принципах законов. А именно когда заработает… Когда заработает нейронная сеть, только тогда и начнет работать христианство. Смысл христианства… Потому что христианство устраивается как государство. Надо понять, на самом деле, что государство, то есть, иначе говоря, на языке нашем это право, да? Это одно. Иное, некого рода один регион. Регион нравственности – это другой регион. Это регион добра, да? Вот регион конкретности жизни. Так вот, эти регионы, они должны быть соподчинены. Они должны быть параллельны. Как это устроить, не очень понятно. Но иначе христианство просто невозможно. С другой стороны, может быть, не надо требовать никакого глобального христианства. Мы вот сейчас говорим о глобальном христианстве. Может быть, достаточно, что оно будет локальное, и все. Но не произрастет оно, не захватит весь мир. Ну и ладно. Мы нейрон. Я иду в одну общину. Ты давай ходи по воскресеньям в церковь какую-нибудь. И будете разносить как бы… Да, да, да. И попробуем, что из этого получится экспериментально. Мы уже не будем создавать общину. У нас вроде как бы сложилась такая философская общинка. А может и Булат потом еще. А Булат ходит к Игорю. Ну мы к Игорю тоже ходим. Там тоже как бы… Тоже нейрончик. Да, тоже нейрончик. Так что вот смотри, у нас уже две общины есть, и мы еще две можем подключить. А там, может, ты еще какой-нибудь подключишь. И вот уже маленькая нейронная сеть. Слышишь?